В центре современного искусства галерея «Прогресс» работает музей истории вятского рок-н-ролла. Вслед за первой экспозицией, посвященной жизни и творчеству Александра Малкова, которого называют отцом вятского рок-н-ролла, открылась выставка, которая рассказывает об истории всемирно известной группы «Опер Манекен». Ее основатели Андрей Захарищев и Евгений Калачев, родом из Кирова. Евгений специально приехал из Москвы на открытие экспозиции. Евгений Калачев приехал вместе с другом и соратником Лизой Плавинской. Дочерью известного художника Дмитрия Плавинского. Лиза и сама художник, и галерист. Занимается современным искусством и созданием выставок. Год назад она помогла открыть в Кирове музей современного искусства, а теперь составила новую экспозицию музея рок-н-ролла. Лиза говорит, что в провинции ей работать особенно интересно. Есть прекрасный город, в котором есть население, которое заинтересовано всякими разными вещами, в том числе и рок-музыкой. А может быть то, что мы привезли из Москвы, это конструкция. То есть идея того, как какие-то чувства и жизненные ощущения могут превращаться в культурные институты и в некое проживание жизни уже в связи с культурными событиями. Новая экспозиция музея рок-н-ролла рассказывает о группе «Оберманекен», которая образовалась в начале 90-х годов прошлого века в Санкт-Петербурге, но из жителей Вятки. Хотя первый альбом ребята записали в Кирове. Это был, если мне память не изменяет, 83-й или 84-й год. Где-то так. Зимой, вот такой же зимой, как сейчас. Все друзья-музыканты по нашей просьбе снесли ко мне в квартиру горы аппаратуры, классные по тем временам, и, наверное, по нынешним временам тоже классные. И мы записали первый альбом, который назывался «В пустые города». После группа стала известной в столицах, а в 1989 году Женя и Андрей уехали в Нью-Йорк, где с успехом выступали 10 лет. В 2000 году вернулись в Россию, и их творческие пути разошлись. А еще через 10 лет уже не возникла потребность вернуться в Вятку. Давным-давно всегда было ощущение, было заложено какое-то ощущение миссионерства какого-то необходимого по отношению к родине. И всегда мечталось и хотелось, ну, как-то оказаться полезным, хоть чем-то, что-то такое сделать. И на самом деле нащупать это было очень сложно, потому что социум был как-то дистанцирован. И мы как бы шли немножко против течения и гладили всех против шерсти. Но в результате, я помню, еще в первоначальные московские столичные всякие периоды, мы провозгласили Вятку к родине русской ароматики и очень настаивали на этом. Своей любовью к Вятке Евгений заразил и Лизу. Теперь с нашим городом их связывают совместные творческие проекты. Лиза читает лекции. Она уже рассказала кировчанам, как создать выставку, на примере экспозиции вятских керамистов, которая сейчас открыта в галерее прогресса. Евгений в последнее время занимается стереоскопической видео- и фотосъемкой и готовит материал к новой выставке «Стерео-Вятка». Их творческий союз приедет к нам весной вдохновляться разливом реки Вятки. Анастасия Войнолович, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.